Всем привет! Сегодня поговорим о велозеркалах, поговорим о том, какие зеркала бывают, чем они отличаются. Большинство людей в принципе вообще не используют на велосипедах зеркала, они мешают, они кому-то портят внешний вид велосипеда. Спортсмены вообще редко зеркала не пользуются, потому что они добавляют лишние 100 грамм веса для велосипеда. Кто-то по лесу по горам катается и они якобы мешают. Но вот у меня в принципе зеркала стоят, причем я и по лесу и по горам, где только не ездил. Но больше всего езжу по дорогам, поэтому без зеркал в принципе не представляю как можно ездить, потому что вертеть головой каждые там пять минут, какие пять минут, каждые там 10-15 секунд, ну так шея отвалится. Теперь, какие бывают зеркала? Зеркала бывают, которые внешне выглядят красиво, но в которые ничего не видно. Бывают зеркала, которые внешне выглядят некрасиво и в них тоже ничего не видно. Бывают зеркала, в которые видно, но выглядят они не очень. Четвертый вариант мне еще не попадался, которые выглядят красиво и чтобы в них еще было все и видно. Вот на двух велосипедах у меня стоят зеркала в принципе они вообще от мотоцикла honda по крайней мере в магазине в котором я их покупал они значились как для мотоцикла honda зеркала с этими зеркалами я уже года два отъездил и скажу честно я их покажу поближе лучше зеркал пока для себя не нашел ну во первых почему во первых потому что в них очень хорошо видно что находится сзади это раз во вторых они металлические это два что значит металлические это означает то что в принципе вот возьмем меня да я уже падал на 1 10 прямо на эти зеркала и с ними ничего не случилось они остались целый единственное ломалось крепление потому что крепление силуминовое но это 10 раз падаете на 11 она ломается ну примерно в такой пропорции крепление стоит меньше 100 рублей поэтому когда первое сломал еще парочку заказал сломал еще одно причем одно сломал я когда упал зимой в повороте лег неудачно прям на левую сторону на зеркало а второе сломал сам когда просто хотел его поправить лень была на ходу естественно лень был остановиться взять ключ думал так маленько сдвинул ну сдвинул крепление оторвал парень то не слабый вот итак сейчас я покажу поближе все какие бывают какие у меня были и сейчас покажу новые зеркала мне посоветовал приобрести их подписчик нужен даже не подписчика уже друг дима из белоруссии дима привет вот сейчас я покажу эти зеркала расскажу о них и поставим их вот на этот велосипед почему я не поставил вот такие же зеркала сюда ну потому что эти два велосипеда как-то побольше сами по себе и более как-то гармонично здесь смотрится здесь можно было поставить ну просто у меня вот их комплект кстати да зеркала вот этим покупал пару левая правая но они переставляются то есть вот у меня два зеркала стоят с левой стороны вот то есть их можно ставить на левую на правую сторону без разницы можно было бы два на один поставить но я разделил поставил на велосипеда вот эти зеркала в общем то не нарадуюсь менять их пока дети собираюсь но на этот сейчас поставим другое еще момент в чем проблема маленьких зеркал которые аккуратные красивые проблема в том что если стекло то есть зеркало плоская я сама по себе маленькая у них практически ничего не видно для того чтобы в них хотя бы было что-то видно маленькие зеркала делают выпуклыми вот но когда она выпуклая она очень сильно отдаляет то что находится сзади вас и по итогу она вам вообще бесполезно потому что вы смотрите в него видите машину за 100 метров буквально через полсекунды на него вас проносится ну реально потому что вот это зеркало у меня выпукло я знаю о чем говорю вот возьму сейчас камеру покажу поближе то есть я смотрю в это зеркало она выпуклая объем большой все видно сзади но машина за 100 метров я не успеваю даже вдохнуть она уже мимо меня пролетела вот вот в этом зеркале все адекватно и как есть так она есть вот как то так и так давайте еще какими зеркала еще были я сейчас покажу варианты этих зеркал такие у меня уже стояли но принципе я ими уже не пользуюсь вот такое зеркало вот такое зеркало и вот такое зеркало давайте сейчас покажу вот я вам даже советовать не хочу то есть вот вот это зеркало оно так еще сообразить то как оно было так это вставляется туда вставляется сюда так с этим понятно с этим а все понятно господи без пол лит это не разобраться вот эта штука она здесь вот так закручивается тут шестигранник ладно неважно вот а это вот сюда вставляется вот вот такое зеркало вставляется а также сюда сбоку приходится либо в грипсе там вырезать отверстие но в руль вставляется все тоже выпуклая тоже маленькая ну в меру удобная в меру не очень металлическая сломать его тяжело но она маленькая вот такое зеркало у меня тоже стояла тоже не очень удобная тоже правда металлическая сломать его тоже тяжело но не тянут шар все как положено здесь шар ладно давайте это уберу сегодня хотел я вам вот такой еще зеркало показать вот такое зеркало такой коробочки приходит она инструкция как ставить все есть сейчас мы его поставим смотрится но ну как бы более-менее аккуратно что у нас здесь еще есть здесь у нас еще есть вот такое маленькое крепление аккуратно сделано все в коробочке вот крепление на руль то есть вот сюда нас вставляется зеркало болтом зажимается то есть у нас здесь шестигранник здесь шестигранник то есть и так вращаться может и так вращаться давайте ставить смотреть что получится так сейчас это уберем да и вот это зеркало уберу ну во первых потому что она вот в этом месте неудобно и как бы знаете за счет тоже цепляется то есть там у нас сейчас большая дыра будет в ручке мы ее наверно вот такие заглушки есть кстати кто не знает можно вот на алиэкспресс тоже приобрести они идут там с разной толщины резинками под разный руль вот ну и обычный вот эти черные поставим чтобы не выделяться из толпы видите удобно то что не надо продевать через руль вот здесь такая такой шарнирный механизм так здесь на что теперь нужно освободить место под это зеркало маленько придется кое-что подвигать ну тут мы не подвинем тут тормоз вариант давайте отсюда попробуем поставить сюда скорее всего будет не очень удобно почему потому что далеко зеркало чем дальше краю тем она больше пользует него скажем так зеркала одно правое другое левое и заменить их принципе в отличие от тех которые я показывал уже будет проблематично но вот как я говорил если мы сюда поставим то вряд ли мы что-то него увидим надо стоять ближе краю тогда с него будет толк давайте ставить три вида шестигранников пока захочешь разобрать приходится сменить три вида шестигранников вот так вот получается это мы потом настроим так тормозу не мешает тормозу не мешает тормозу не мешает пока тянуть не будем сильно но во первых потому что это силумин а это пластмасса держится держится кстати чем слабже держится тем с одной стороны лучше если где-то упадете зацепите она у вас просто сместиться не сломается сразу грипсы правильно развернем то они меня маленько опустились вот где-то так давайте затянем все назад все в принципе одно зеркало поставили выйдем посмотрим что мы в него вообще видим ну сейчас еще одно поставлю и потом уже выйдем прокатимся но тут видите чем проблема тут и так у меня гашетка вам стоит то есть тормоз ручка тормоза уже отодвинута что не очень хорошо а сейчас мне получается что если я сюда поставлю зеркало то в принципе она будет слишком мало выступать то есть тормоз надо еще раз сдвигать не знаю что ли за получится сейчас попробуем сдвинуть тормоза если будет неудобно нажимать в принципе чё там господи двумя пальцами нажимается и достаточно нормально ставим зеркало сильно закручивать не будем потому что любом случае все это нам придется еще регулировать невозможно не раз плохо что это пластмасса металл есть металл если бы я вот зимой упал на вот это зеркало от него но ничего бы не осталось абсолютно но бы здесь просто отломилась а где шарнир это сто процентов с металлическим было бы все хорошо ну да ладно если есть аккуратно то возможно не все так плохо так немного гриппса неправильно стоит сейчас мы ее развернем как мы уже делали с левой гриппсой вот так оставляем ну вот так вот выглядит наш велосипед с зеркалами ну знаете выглядит достаточно красиво аккуратно симпатично единственное конечно пластмасса есть пластмасса тут никуда не денешься нужно быть аккуратно вот это шарнир сильно затягивать вообще не советую потому что лучше пусть он гнется ходит где-то лишний раз в дороге поправить это зеркало чем просто вы его сломаете вот я перетянул сейчас я его слаб слабе сделаю здесь в принципе можно чуть потуже затянуть а вот этот вот здесь у меня уже ни одно зеркало сломалось сейчас попробуем поехаться испытать как какой вид зеркалах правда у нас здесь возле гаражей сплошной лед да и покрышечки у меня вот стоят свальбы кстати я уже выпуск о покрышках делал вот сейчас попробуем на этих покрышках по этому льду прокатиться кстати посмотрите видео про покрышки ну в принципе не шиповка если аккуратно то ехать можно сейчас выйдем гнеть на сухое место ну скажем так зеркала в принципе в принципе видно но по сравнению как ты говорил вот те мои круглые большие зеркала от мотоцикла с ними конечно ничего не сравнится именно по обзору но так внешний вид сами видите очень аккуратные такие симпатичные зеркала посмотрим насколько их хватит кстати покрышки торы не сильно плохо себя по этому льду показывает в общем хорошие зеркала хорошие ставлю их на второе место среди всех которые у меня были после тех которые стоят вот на тех моих двух велосипедах лед на дороге сплошной покрышки так ничего себе нормально я думал будет хуже ну в общем вот так вот получается второе место занимает по праву первое место однозначно вот эти мои зеркала ну что на сегодня все в принципе зеркала поставили покатались проверили неплохо неплохо в принципе там вот продавца где я покупал там есть зеркала двух видов немного другая форма и по моему те вторые немного выпуклые это более-менее ровные то есть они не искажают и видно в них чуть меньше по площади чуть меньше видно а вот те по моему немного выпуклые но не будут отдалять в общем на сегодня все что хотел показал в принципе увидимся в следующих видео как обычно здесь на канале поэтому кто не подписан подписывайтесь всем пока